Привет всем, дорогие друзья! Сегодня я как настоящий блогер, который попал в какую-то ситуацию, сразу решил поделиться этим с вами, и тем более я наконец-то наполненный, целостный, и для меня это важно, чтобы снимать контент, потому что он передается через экран, вся эта энергия, и наконец-то я, меня не метает там, просто по каким-то стенам, койкам, по людям, по... Знаете, мое любимое было окружить себя чертями и смотреть, как твоя жизнь рушится на глазах, просто потому что с этими чертями весело, а еще помогать всем. Я вот, честно скажу, я помогать всем уже съебался, я больше не хочу. На самом деле я, да, очень добрый чел, и я два или три года, два, по-моему, года был один, и это секс на одну ночь, это какие-то вечеринки, попытки, вечеринки, все мы, потому что иногда отдыхаем. Вечеринки, которые не белые вечеринки, может быть, даже черные, я бы сказал, вечеринки, просто какие-то попытки отдохнуть бывают у всех, и даже если ты трезвый, как и я, больше года, то ты, ну, я, конечно же, пью антидепрессанты, дорогие друзья, и они бывают разные, схемы разные. Сейчас вот Егелья или кое-как нашла схема, которая мне подходит, очень хорошо подходит, но метание, скитание по поиску этой схемы были долгие. Я могу сказать, что, в общем, металла меня знатна, и отдохнуть хочет даже трезвый человек, это значит выбраться на какую-то вечеринку, домашнюю, каким-то хорошим людям, которые бухают, ты не бухаешь, тоже попытки какие-то выйти в люди, кого-то пообнимать, потанцевать под Бритни Спирс, там, не знаю, здесь вы меня поймете. В общем, я был абсолютно, на самом деле, одиноким, разрушенным человеком долгое время, попытаясь собрать свои когнитивные функции в кулак и как-то двигаться, доползти там до чего-то, хотя бы для меня это было уже достижение. И тут случилась такая ситуация, в общем, абсолютно негаданная, а все эти люди, мне так хотелось избавиться от этой грязи, когда ты ебешься на одну ночь, простите. Ну, это просто уже, вот было, ну, секс был око-ко, но, извините, в общем, случилась такая ситуация, что I'm taken, я в отношениях, и я был уверен, я себе говорил, я никогда не смогу с кем-то спать дома. Все, я настолько разрушенный человек лично, но целостно, эмоционально, что я спать ни с кем не собираюсь, и ни с кем делиться личным, и открываться, и меня все время использовали в плане, ну, я это уже выкупал, это уже мне интересно, но мне интересно было все недоступное, что меня ранит. Вот примерно так мне дриллили сердце дрелью, и я, собственно, как бы уже устал влюбляться в какой-то недоступный straight situation, или какой-то недоступный fuck me up situation, или какой-то total mental breakdown situation, или раннище специально. Нет, друзья, я уже устал, я устал. Я настолько устал, вымотан, что я уже обратился в эскорт, только теперь уже я снимал эскорт, и я уже тоже понимал, что этот эскорт, он просто подыгрывает, и все. И не хотелось никогда влюбляться в человека, который из эскорта, из какого-то секса, ну, вот этого онлайн в песке Москвы, ебутся там только в путь. Я хотел чего-то честного, классного, и я уже ничего, ну, я не дарил никакой надежды, друзья. И в моей жизни это появилось. Причем появилось на уровне, когда впервые нету никакой драмы. Никто никого не ранит, никто никого не использует, а просто оба человека счастливы друг с другом. Никто никого не заебывает. Мы спим вместе, мы работаем вместе, там, как бы, да, каждый работает над своим. У нас очень классный секс, который не как у кроликов, а вот, ну, он такой, как бы, ну, в тему всегда. Но самое главное, смысл этого видео, это то, что ко мне пришла наполненность. Ты настолько счастливый, когда твой человек уходит на работу, когда ты остаешься один, потому что перерывы тоже важны. Тебе не нужен никто. Сразу отпадают все, все вообще там тела, форматы. Да, я люблю красивых людей, они всегда будут вокруг. Но сейчас любое, там, мне предложение, я сразу говорю, нет, мне не интересно ничего. Потому что жить той жизнью, когда one night stand, мне уже неинтересно было давно. А тут, как бы, твои отношения не заменяют тебе всех людей. Ну, и ты не хочешь изменять. Ты не хочешь ничего такого, потому что у тебя есть любовь. Я не буду много личного говорить про это все. Я просто скажу, что так бывает в жизни. И какие аспекты оно задевает? Оно задевает аспекты счастья, какого-то наполненности, продуктивности. Ты более спокойно, продуктивно проводишь свои дни, зная, что у тебя дома вечером ждет твой любимый человек, и ты едешь в такси, я даже пристегнулся. Да, не дай бог, что случится, насколько сильно я хотел быть вместе и рядом поскорее. Это то, что дает вот это спокойствие, тем более человеку, у которого два года не было отношений. Это то, что дает тебе силу, это то, что дает тебе уверенность в себе, потому что ты знаешь, что тебе не нужно больше никого искать, ты никого не ищешь, оно само случилось. И мы просто кайфуем. Это мои первые отношения, где я знаю, что никто никого не будет ранить, абьюзить, никто никого не будет доебывать, заебывать. Ну, конечно, все может быть, но точно не на таком уровне. И 10% быть не может от тех 90, которые были. Блин, я думаю, вообще пока что ноль вообще доебов, ноль чего-то вообще. Просто, короче, два человека такие супер искренние. Мы супер честные, мы друг друга просто дополняем. И тут даже не вопрос веры не стоит, тут просто все. Подос. Приятно, поэтому наслаждаюсь, кайфую. Каждую секунду, как будто это всегда и было в моей жизни. Это убирает вопрос всей грязи на стороне, вопрос метаний, тусовок, всего. Вот это все уходит. И это так приятно, потому что ты занимаешься работой, делами. Вот я новый рил снял, сейчас пойду. И знаете, я сейчас хочу сказать, друзья, дорогие мои, я веду стримы. Я каждые два дня веду стримы на канале Стоп Тусовка. Подписывайтесь. Мы стримим, и я веду телеграм-канал Непобедимый Мальчик, которым я просто делюсь своими днями. Вчера хотели делать шопинг. Что вам еще рассказать, друзья? Я вас безумно сильно люблю. Я постараюсь вернуться на YouTube как можно скорее. И пока что просто делюсь своим маленьким счастьем, что вот так в жизни бывает. Когда ты уже ничего не ищешь, ты уверен, что ты уже все. Ты просто все складывается в такой приятный пазл. И я желаю каждому из вас это испытать, если вы долго одинокий человек. Потому что все вокруг, наверное, встречаются, все-таки меняют партнеров. А это так круто для меня. Это что-то новое. Как будто... И я счастлив. Просто счастлив. И вот решил вам этим поделиться. Такое небольшое визион и подумать. Всем хорошего дня. Проходите на мои стримы. Целуйте мой контракт. Всем привет. Это поездка в Питер. Это мой первый диджей-сет за долгое время. Это мой стилист Карина Крапива. Что, здесь только что было очень много одежды. Мы выбрали луки. Я вам не буду ничего полить. Но Карина Крапива собрала для меня два шикарных лука. Один для выступления. Вашингерл. Вот там уже видно рубашку. В общем, зацените эти два лука. Я вам сейчас их покажу. Одно на выступление и на интервью. Диан, как тебе Питер? Если есть парни, тут какие-то... Ладно, это шутка. Ты замужем? Это моя лучшая подруга Диана. И мы оторвались по полной. Я очень сильно переживал, потому что это мой первый диджей-сет за долгое время. Но потом был еще один диджей-сет. И он оказался еще круче, чем этот. Но все по порядку. В этом видео небольшой влог с моей первой поездки в Питер. Следующий диджей-сет уже стоил в два раза больше. Второй сет был Саша Спилберг, Таня Руднева и группа Ронетки. И у нас был возврат в детство. Разврат в детство. Я курил чужие курилки со сцены. Это было кайф. Но начнем с первого видео. Первое видео это мой первый диджей-сет. Прайсы выросли и это дикий кайф. В этом же самом блоге. Я расскажу вам про бомжа, которого я приютил. Конечно же, это был громкий. По поводу все в моем телеграм-канале. Либо видим, мальчик. Ну а что, мы сегодня посмотрим влог с моего первого диджей-сета за долгое время. В целом, прайсы на мой диджей-сет сейчас от 150 до 250 тысяч. И это нормально, потому что приходит много людей. Потому что я кайфую, запросов много. И я просто уже не езжу, потому что я уже старый дядя. Я уже просто так не езжу ради открытия какого-то там кофейни или чего-то еще. Я уже никуда не поеду, я уже старый. Поэтому только мощные диджей-сеты. Зовите... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!